это без головы нет нормально ну почти что с головой да сегодня у нас утро начинается так я естественно уже было погромче надо говорить микрофон не хочу одевать штатив поставила далеко так было уже естественно сарай все сделала сейчас уезжаем опять как всегда не хотела собирать посылку ребенка ну вот прям не что-то так захотелось так жалко его стало и я внезапно и внезапно 8 мы сейчас поедем у меня каждый раз ты мне сообщать и мне говори когда посылаешь а ну сейчас пока не буду пока не буду а потом раз мне вот так в голову взбредет ребенок естественно не просит ни посылки ничего ну а почему бы не послать правда же чудно сами едим а ему так здесь у меня во первых стоит мы еще пойдем сегодня встречать дедушка дед дедушки сделали операции на глаза катаракта там хрусталик на менять мы его пойдем встречать автобус довезет прям из этой клинике делают в липецкой области бесплатно кто не знал у нас городе они собирают людей они они приезжают они осматривают как-то с трудом верится да что что это вообще что это вообще такое да у меня мама кстати еще делала уже два года наверно назад как бы страшно было ее так отправлять дом но не бывает такого в чем подвох ну в чем подвох почему бесплатно почему они туда приезжают они там еще ночуют их их определяют в гостинице из гостиницы их забирают потом везут в крик не бывает такого ну прям бесплатно да очень много людей то есть они уже годами делают это не просто какие-то заезжие приехали собрали очень много людей уже в нашем городе сделала операции на глазах то есть у нас есть варианты либо делать в туле можно по квотам можно платно либо ехать в калугу в калугу квоту никто не даст там какая-то операция стоит 30 тысяч какая-то 40 тысяч или сюда бесплатно и что вы знали квоты выделяется когда мы когда мы с папой были универопатолога участного в туле он нам ему назначил мрт естественно и я как-то думал что мы за свои деньги пойдем а насколько сколько сейчас мрт стоит тысяч пять шесть и а он говорит вы можете сходить к вашу поликлинику взять квоту и а смысл ну ладно раз такое бывает но все ездят за свои деньги делают и он мне пояснил врачи частные они работают в частных поликлиниках и естественно они работают в каких-то и государственных у них там свое отделение они вот но смысл в том что он пояснил что на на любую на все больницы любому врачу выдаются квоты всегда и поэтому когда вы собираетесь ехать на какое-то обследование за свои деньги подумайте другой вопрос что они не хотят этого давать я говорю ну да ладно так бы все бы и ездили у нас бесплатно а однако нет все за деньги ездят платно он ну вы хотите платно идите платно я хлеб нет я не хочу я просто никогда не думала что оказывается мы имеем право на бесплатные такие дорогие обследования так что вы знаете вот можно было дождаться квоты это я про папу говорю дождаться квоту в тулу поехать но там месяцами может быть очередь это если дадут моей маме никак не хотели давать ни в какую долго это тянулось вот или съездить в ельце делать когда поехал мой папа и действительно хорошо делают и бесплатно единственное что они там платят их привозят и они прям там же их привозят в клинику они проходят какие-то ну какое-то обследование перед этим вот за это они платят потому что они их водят по кабинетам и тут же ну все вот эти вот результаты папа вот так что он приедет ну естественно да ладно я дойду сам потому что когда делают операцию глаз этот залепляют полностью вчера ему сделали операцию на следующий день их опять везут из гостиницы в клинику осматривает врач ну отлепляют вот это все все и с богом отпускают домой он горит дай дойду до дома там все чё сам я вижу верну ладно все равно мы там будем ну встретим потому что опасно там же знаете нельзя не резко наклониться не на этом боку спать не вообще не резко не резко вообще никак наклоняться нельзя да и поэтому не дай бог скользко в общем ладно мы его доведем это папе сразу перепелиные яйца он обязательно пьет сырые с утра у него прям он свято верит что это очень полезно что прям так это все он на него хорошо действует ну вот и всегда даем яйца всякие и такие и такие вот и куриных так теперь посылку ребенку мы покупали куда-то я не знаю неделю-две два килограмма уж покупал заезжали это изюм миндаль еще покупали но миндаль там съели так поэтому я сейчас отсыплю ребенку и кое-что возьму сразу из дома я как посмотрю в интернете в тиктоке сейчас стало залипать но у ребенок в армии никогда в жизни не смотрел такие видюшки сейчас залипают и там мамашки собирается под видео прочитает ой бедные сыночки ой как жалко это ты они там пеники где сидят где стоят там засыпают ничего так вот смотрю там и вот такие вот посылки собирают там родители и уже ребята распаковывать такие у нас нельзя такого у нас можно а посылки можно отправить но там должно быть столько еды вот сегодня получили и сегодня и сегодня вечером это съели и немножко можно оставить на следующее утро все что осталось это выкидывать то есть ну в принципе это казарма там вообще не должно быть еды вообще вообще запрещено как бы по-хорошему там хранить что-то там не должно ничего храниться он и так этим будет делиться так что еще изюм здесь было эту хочу слышно с недавно она упала на крысине ложечку я наковырять не могу он слипся изюмчик хороший это опять 5 килограмм мне кажется да была почему-то я думаю что 5 изюмчик а пускай едят дети как раз он сладкий сладкий такой а шприторный я-то его не ем много если только прям ну там штучки 2-3 а это всего там хочется очень спешу потому что нам уже выходить сейчас нужно еще 10 минут у нас есть кто-нибудь возьмет с собой рюкзак какой-то ты выбрать поставки дедушки яйца и те и те рюкзак а тебе зачем пакет милане ну потому что это тоже все очень приятно сами знаете очень много глюкозы да как бы в маленьких дозах это как бы может быть и хорошо и полезно но не не полкороски сразу съесть а им на вечер ребятам хватит он очень приторный очень на положение еще пакетики а там одна застегилка сломанная а так они нормально или переложи в другую в эту в коробочку если хочешь хватит и так этот вам на многих хватит потому что он очень приторный и еще пройдусь конечно рыбку куплю серьги в упаковочке как прошлый раз отсылала и в упаковочке мяско не говорили купите там консервы как ну смысле что у которых срок годности тушенки я не хочу такие посылать мы их никогда в жизни не ели ну и зачем я буду их посылать и вы нет рыбные рыбные да я имею ввиду тушенку а рыбные тоже надо посмотреть бабушка покупает светофории такие тоже не очень ладно там раз-два вот а знаете как в этот раз попробую ну хитрим конечно хитрим это мой гриве мой а мы как-то разговаривали с ребенком он господи как так сыра хочу дома не заставишь есть когда был я какого хочешь кубкова вот и не знаю сколько здесь грамм не взвешивала около 500 может чуть побольше тяжелый в принципе завакуумировала его и написала здесь дату срок годности ну типа я его завакуумировал ну не типа 5 числа и до 5 марта значит ну как будто бы срок годности ну знаете я я-то в принципе не обманывают подвоха нет мы не обманываем ну мы просто умалчиваем ну да мы умалчиваем что это нашего производства ну вообще-то такое нельзя молочные какие-то продукты но я завакуумировала я написала дату я надеюсь что посылка быстро дойдет и как бы и без всяких задержек их это вручат вручат не знаю сейчас некогда думать в руки я время смотрю вот и что как бы они это благополучно сидят я не врум тоже я не врум потому что ты и завакуумировал он вообще может здесь и полгода лежать в холодильнике дай вот так что а сейчас не лето не жара я надеюсь что все ну все хорошо у нас будет посмотрим пройдет такой номер сыром или нет ну посмотрим что поделать так вот это я забираю сейчас нужно брать ракетик это у нас остается все и мы по-быстрому убегаем конечно сейчас еще куплю шоколадочку и очень хочется им там сладенького выбираю которые более-менее по натуральне у которых процент побольше это я зайду орешки он любит такие круглые такие орешки а внутри там сгущеночка зайду там мы знаем одно место где они всегда продаются о что вы говорите все любят оказывается это уже детстве все мы убегаем мы зашли в огне здесь в огне косметики я купил сразу все краску от укресел сказать перед новым годом сейчас посмотрю самую ну возьми чего-нибудь кетчуп кетчуп смысле здесь я ничего не буду покупать могли здесь только кетчуп и сырный они мазут эту еду которые там дают они так чтобы повкуснее было проглатывать ее и все здесь ничего не надо потом пройдем за мясом возьми их только двое здесь можно я возьму можно я возьму так он же напустишься сейчас дом это выглядит это шоколад так 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 Мяски, стенды, вот наша стендерия воняет, так, на помещение Орешки, блин, пока убрать. Орешки очень много, придемок орешки, так, вот это все видно, его расписываются баками, они уже готовы, что их здесь можно, так, все-таки течет или нет, я не знаю. Орешки, маски, грудинка, там бекон, ну да, сейчас эти, все, две осталось, ой, вот так вот, да, как она была закрыта? Все, мы уже сразу отправили и идем с почты. Мы уже домой к бабушке, сейчас пока перекусим, посидим, и дедушка позвонит, сколько времени-то, два часа им оттуда ехать и пойдем встречать его. Мы, как всегда, если в Киреевске, ну разве мы не удержимся? Вон, видите, купили три селедочки, потому что сейчас приедем вечером и уже нужно будет что-то по-быстенькому есть. Милана, до этого, пока мы были дома, начисывала картохи нам на вечер, и приедем, отварим быстренько картохи и с селедкой. А? Начисила картохи, говорю. А скумбрию сделаем в другой день, в этой, как вылезаем? В духовке завтра. Ну не знаю, как получится. Вон он. Дедушка, позвони, как будешь подъезжать. Ага, звонит. Я уже, говорит, пришел. Мы думали его довезти, встретиться, а он, видите, как бодрый. Значит, хорошо, глаза отремонтировали ему. Ну, хорошо отремонтировали? Не понял. Хорошо отремонтировали, я смотрю, видишь, все. Пришла по-быстенькому, да не то, чтобы разобрала, я ее как-то растрепала так быстро. Лучка еще много, конечно, там внизу, с маслицем. Все, и просто с картохой. Картоху уже очень быстро, пока я эти три рыбины здесь начищала, никогда не делаю филе, не чищу. Просто всегда так режу на куски. А сейчас вот решила, что-то не знаю, зачем почистить. Пока очистила все эти три селедки, картоха готова. Все, идем есть, Рафаэль к себе ищенцу сделает. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. Еще, конечно же, не всем положила.